Торжественное открытие этого памятника ветеранам Великой Отечественной, которые ушли из жизни уже в мирное время, был установлен 9 мая этого года. Однако пришедшие гости никак не ожидали увидеть среди фамилий ушедших из жизни фамилии живых. Администрация не нашла другого способа, как исправить свою ошибку, просто заклеив их обычным серым скотчем. А самих ветеранов стараются держать без известности. Родственники ветерана Ивана Гончарова не присутствовали на открытии памятника. Более того, они даже не знали о его существовании. Поэтому новость о том, что пожилого тестя занесли в списки умерших, вызвала истинное удивление у его зятя Александра Баранова. Он даже попытался найти объяснение случившемуся. Ну как ошибка, его каждый раз поздравляют, и в этот раз поздравляли, и медаль принесли, и всё. А как могла произойти такая ошибка? А как там фамилия, имя, отчество? Я же не знаю точно. У него отец погиб, действительно, Гончаров, только Сергей, отчество другое. Ну там Гончаров Иван Сергеевич. Ну вот он живой ещё. Живой, но плохо себя чувствует очень. Но живой, живёт. За ним ухаживаем. А вот Тамаре Эренберг повезло, если можно так сказать, в данной ситуации. Фамилия её дяди на памятнике, на своём месте. Виктор Андреевич Верикодный, действительно ветеран Ильи Коотечественной, которого уже нет в живых. На открытии монумента его племянница быть не смогла. Однако неприятные новости о живых в списках мёртвых героев до неё долетели быстро. На слово женщина не поверила, решила лично убедиться. Реакция на увиденное – тоже попытки оправдать местные власти. Жалко, конечно, что так получилось. Ну что теперь? Ну хоть исправили, убрали же. Ну люди ошибаться имеют свойства. Ну, ошиблись. Ну что теперь? Снисходительности жителей можно позавидовать. Ведь вина за допущенные ошибки действительно лежит на местной администрации. В интервью нашей телерадиокомпании глава сельского поселения Николай Хроленко признался, они просто поторопились и не проверили списки ветеранов перед тем, как подать их для изготовления памятника. Причина в том, что, я говорю, совет ветеранов, они много лет, ну, говорю, больше двух лет готовили эти списки. Возможно, возможно. Ошиблись они, а мы со своей стороны. Ну, то есть, скажем так, каждую фамилию не проверили. Торопились, хотели сделать, скажем так, родственникам погибших, которые умерли, да, то есть приятное. Допущенные ошибки в администрации пообещали исправить в ближайшие два дня. Серый скотч уберут, фамилии живых зашлифуют, а на их местах будут просто пропуски. Что же сделать с орфографическими ошибками на памятном камне, пока неизвестно. Сейчас ищут варианты решения проблемы. Скорее всего, работу придется переделывать полностью. Ксения Тойчкина и Даниил Паршин, Антена 7.